Беларусь с муткой разом с Россией Жихары Гомеля несут кветки и цацки до будинка Российского центра науки и культуры покидают записи у князи спочуванню Ставка на высокие технологии сегодня уступил усилу декрет номер 8 об развитии личной экономики Будуем дом сегодня у Гомеля открылась масштабная выстава А сейчас об этом иншим больше подробно В подручении президента Беларуси Александра Лукашенко в знак солидарности с Россией сегодня в Украине приспущены державные стяги и отменены забавляльные программы в телеэфиры Рекомендовано устрематься от проведения таких мероприемств в громадских местах Словы смутку и спочувание россиянам выказывают и жихары Гомельской области И они приносят кветки и дитячие цацки до Центра науки и культуры которые являются официальным представительством Министерства замежных справ Российской Федерации Подробности у наших корреспондентов Будинок Гомельского областного выканавчего комитета Самые ранницы у знак смутку и солидарности с Россией тут приспущены державностях Намесник старшини Аблваканкаму Лазимир Привалов наведва российский Центр науки и культуры Миноветы сюда приходят гомельчане обученовать память загинувших подчас пожару у Кемеровским забавляльным центры Кветки одымя выканавчей улады Хвилина молчанья и запис у специальной книзе Одымя керавництва Аблваканкама и жихару Гомельшины Примейте словы смутку, боли и спочувания От имени руководства Гомельской области и жителей Гомельщины хочется выразить соболезнования слова боли, прискорбия сочувствия и сострадания всем жителям Кемеровской области всем семям погибших и сказать, что в эту трудную минуту Гомельщина рядом с вами Специальный стол, куда Гомельшане приносят кветки и детящие цацки У центры науки и культуры усталявали одразу после трагедии в Кемерове Тые, кто не может прийти особиста могут потелефоновать и эти слова запишутся у специальной книзе смутку У центра означают неравнодушных людей вельми шмат 26 числа уже с самого раннего утра пришли ребята из строительного колледжа вместе с преподавателями сразу принесли цветы, конфеты мы выставили тут же наш то место, куда складывают и практически каждый утро, когда приходим снова новые цветы новые записки ну вы видите все это делаем, игрушки сразу же откликнулись потом звонков очень много мы в книге памяти записываем тех, кто звонил ну из Минска звонили звонили из палаты представителей звонили из Москвы звонили из Брянска звонили ну и конечно местный университет преподаватели вот так и люди просто заходят С упрасовниками управления следчего комитета по Гомельской области трагедия у Кемерове успремается як особисты люди, которые практически каждый день сутыкаются с правопорушениями доброведуют сану человеческих жителей это наш агульный боль и незаменная страта мы разом таки запись покидают наместник начальника управления следчего комитета Аркадь Стратяков и старшиня областного союза следчих Андрей Балашенко гибель одного человека это уже трагедия гибель многих и гибель детей это трагедия которую трудно соизмерить случившаяся трагедия заставляет нас задуматься и еще раз сделать выводы о том, что каждый из нас ответственен за безопасность именно безалаберность безответственность халатность и невнимательность лежат в основе таких трагических событий которые произошло в городе Кемерово Телерадиокомпания «Гомель» долучается до спочивания уже храм России Алисин Сюрова Ольга Коновалова Валерия Гапанько Телерадиокомпания «Гомель» У Беларуси протягивается проверка усих буйных объектов массового знаходжения людей У приватности завтра у Гомельским гандлевым центры Сакрет пройдут в ученние МНС Паводли легенды за короткого замыкания отбудется у сгорания на четвертым поверсе у дитячем клубе для створения большей реалистичной обстановки запустить бешкодный дым После этого эвакуируют усих покупников и работников гандлевого центра Вратовальники просят ставиться до таких мер с разумением Три участки дороги восемь подворков подтоплены у вынику поводки у Гомельской области Як поведомили у МНС подтоплений зафиксованы у Петрыковским и Мазырским районах Эвакуация людей не проводилась Житедейность у населенных пунктах так сама не порушенная Вратовальники протягивают вести круглосуточный мониторинг ситуации Сегодня уступил усилу декрет номер 8 об развитии лечбовой экономики Документ был распроцеван в ответственности с доручением керавника державы Александра Лукашенко Ключевые положения по ширине видов деятельности резидента парка высоких технологий поддержка айти и эдукации и подрыхтовка кадров для этой галины а так сама комплексное правовое регулирование бизнесу на основе технологии блокчейн У якости новых видов деятельности резидента парка продугледжены распроцовка биотехнологий медицинских авиационных и космичных технологий киберспорт Так сама сгодно с декретом резидентам ПВТ представляется макшимость не только распроцовывать выраблять высокотехнологичную навукоемистую продукцию В новом документе отсутничают обмежевания на объем выручки от додатковых видов деятельности Азначим Беларусь становится первой в свете юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесу на основе технологии блокчейн Сегодня у Гомеля открылась 12-я республиканская специализованная будовничая выстава В этом году она проходит в новом формате С разгорнутыми экспозициями ознайомился Олег Синцероу Аптым чтобы давать можно добра якосна и экологична безпечно кожный наведывник выставы может переканаться при ознайомлении с пешими экспозициями Причем побывать с такими промысловыми гигантами как Гомель-школ и Гомель-древ куды как меньше державные и приватные предприемства Правда в даденном выпадку по мерзначения немаем Аутономную канализацию проставленную Минской организацией называют обсталеванием будущего я ее можно применять для очистки стекол как в жилых домах так и на объектах придорожного сервиса Причем у выграшу застанутся не только их владельники а и белорусская экология Для того чтобы очистить этот сток из дома используется автономная канализация Условно она разделяет этот сток на ил который седает в этих химкостях и на выходе мы получаем чистую воду которая легче намного впитывается в грунт и которую можно утилизировать но ухау на этой выставе уволи хопая причем не все иные относятся непосредственно до будовничной сферы транспорт будучика который может работать практически на любом виде палева от дизельных до солнечных батарей сегодня самый тонный это белорусская распроцовка которая уже затекает в других странах распроцовка такого транспорта в Беларуси началась еще 40 лет сегодня его готовить в Арабских Эмиратах Индии Индонезии в нашей стране первая дорога побудована у Минской области в этом году республиканская выстава Будуем Дом изменила формат в первую рамку пройдет деловый будовничный день в программе семинары презентации и круглые столы по отсутствии это махчимость найти новых партнеров и максимально полно пропоновать свою продукцию республиканское предпринимство Белтелекам представить властный вариант разумного дома с демонстрацией датчиков которые в автономном режиме позволяют избирать жилье и маемость причем контролировать ситуацию можно в режиме реального часа с допомогой невеликой видеокамеры главная как у этой местности был интернет есть режим реального времени есть возможность записи до одной минуты когда взаимодействует какой-то сценарий например открылся сработал датчик открытия двери видеокамера сделала запись одну минуту все записывается на серверах Белтелекам то есть дополнительного устройства для записи не нужно никакого а потом в любой момент можно через телефон просмотреть что за запись была 12-я республиканская специализованная будовольчая выстава протягни работу до 31-го саковика Олег Синтеров Валерий Капанько телерадио компания Гумель протягиваем выпуск республиканская информационно-пропагандистская группа сегодня наведала акционерное товарыство полез друг подчас сустреча с коллективом размова и шла об обвешанном Беларуси годе малой родимы и роли другованных сродков массовой информации у сучасным храматстве на предприемстве побывали наши корреспонденты акционерное товарыство полез друг сучасное выдавецкое полиграфичное предприемство сегодня у его ассортименте больше 150 наименев высокоякосной продукции от школьных шитков до календаров штоденников больше 40% объема займают газеты в минвете тут друкуется значная колькость выданев и керос повсюдживаются у регионе Советская Беларусь это республиканская гомельская правда гомельская ведомости и все районные газеты за исключением Мозырской и Житковицкой остальные газеты мы печатаем здесь 38 газет у нас печатают кроме государственной газетки печатаем еще коммерческие газеты подчас наведывания полез в друку республиканской информационной пропагандистской группой где размова об метазгодности друкования на региональных пляцовках у всех республиканских газет и худкости доставки выданью до читача уголовное зараз лишить экономику когда это лучше делать в регионах мы будем это делать а когда это мы можем делать в Минске нам это простее и полезнее делать когда нашим домом домом друкования мы это делаем мобильное одна из метов обвешенного в Беларуси года малой родимы створение ровных умов для проживания в сельской мясовости и городах в тем лику в плане доступности информации подчас встречи с коллективом обмерчиваются шляхи развития газет и выдавества укоренение новых подоходов у подачи информации и повышение конкурента сдольности на медиаринку в сучасных экономических ситуаций тея будут выживать которые имеют несколько накеринок в своей работе передачи информации к читачам в этом интернете шмот газет и не только региональных мают свой интернет видеоконтент шмот редакции мают свою радию Олег Синцюро Марина Джала Валерия Гапанько Телерадо Компания Гомель У Беларуси протягивается заключный этап республиканской олимпиады юные историки и мовознавцы из всей краины собрались у Мазыры и они проверят свои веды по истории беларускай мове и литературы с подробностями корреспонденты телеканала Мазыр Перед в ученицей Мазырской школы номер 14 Викторией Семеницкой на этом тыдне стоит отказная задача и она представляет Гомельскую область на заключном этапе республиканской олимпиады по беларускай мове и литературы Рахтовались конечно на протягу всего года и споделюсь что все будет добро потому что я уже была в минулом году на заключном этапе республиканской олимпиады и в этом году я споделюсь что все таки успех будет хвалюсь еще напевно тому что великая отказность лежать на мне споделиться на меня и все наставники моей школы и все мои одноклассники и напевно все те люди которые помогали мне рахтоваться до олимпиады у дни весновых каникулов на Мазыршине собрались амаль две сотни школьников из всей Украины а так само гости из Литвы и Польши Мазыр примая у дельников республиканской олимпиады уже не в первый раз великий опыт проведения головного интеллектуального споборництва краины выкликая довер его организатору традиционно заключный этап республиканской олимпиады проводится каждый год в разных городах нашей родной краины в минулый год олимпиада проводилась в городе Гомеле в этом году решено было провести в городе Мазыры а последний раз в городе Мазыры олимпиада проводилась амаль что 9 годов назад оценювать юных историков и мовознауцов будут выкладчики наибуйнейших белорусских университетов и академий навук яны упэлненны нехледжячи на досягнутые выники кожны зудельников переможца які володая выдатными ведами у своей глине многие школьники белорусской мовы володують вельми добро на высоким узровне и это вельми радует потому что мы бачим что росте новое покаление грамадян Беларуси які ведаюця поважают свою гисторию своя национальная традиция свою национальную белорусскую мову яка щоння з'являеця не тольки сродком коммуникации але и тым символом тым атрыбутом які выделяя нас у швете по яким познаюсь белорусов у швете выники заключных этапу подведуть у пятницу подчас урочистых мероприемства у городским палаце культуры Катерина Юрченко Лидия Поттер Юра Харабец и Виктор Цирулик телеканал Мазыр специально для телерадиокомпании Гомель Гэты а так сама інші новіны вы можете знайсці на нашім сайці у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by Далі у ефіры де-факто спортивний огляд а я з вами развітваюся до нових сустріч у ефіры Ефір телеканала Беларусь 4 продолжає де-факто в студії Руслан Габрилёв Здравствуйте Исторія с обнаружением нарколабораторії в деревні Лопатина Гомельского района о которой мы рассказывали накануне получила продолжение Бойцы управления наркоконтролю совместно с коллегами из Гомельского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на еще одну мини-фабрику по производству дурмана в соседнем Добружском районе Как выяснилось житель города Гомеля 1977 года рождения имел в поселке Рассвет Добружского района частный дом Именно там он и организовал еще одну нарколабораторию по производству метамфетамина совместно со своим приятелем также жителем города Гомеля 1986 года рождения В ходе осмотра дома было найдено вещество зеленого цвета которое было направлено на экспертизу а также в других комнатах были обнаружены необходимое оборудование для производства наркотиков Все прекурсоры сюда привозились из Российской Федерации и в дальнейшем уже использовалось для того чтобы приготовить синтетический наркотик Сверток с порошкообразным веществом а также стеклянные колбы и бутылки мерная емкость и стаканы растворители шприцы с содержимым противогаза респираторы и другое оборудование из подпольной лаборатории были направлены в Государственный комитет судебных экспертиз для выявления запрещенных к обороту наркотических веществ В отдел специальных экспертиз поступило растительное вещество оборудование и реактив Согласно выводов эксперта представленное растительное вещество являлось опасным наркотическим средством марихуаны Экспертиза по реактивам и оборудованию находится в производстве В настоящее время организаторы нарколаборатории задержаны В управлении Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело Начиная с прошлой недели в Реческие РОВД стали поступать сообщения от дачников владеющих имуществом около деревни Лиски Реческого района Заявители сообщали что из многих домов и сараев пропали ценные вещи козынвертарь ножи, секаторы одежда телевизионные приемники и приставки DVD-проигрыватели При обследовании мест совершения преступления правоохранителями были обнаружены следы по которым экспертам удалось установить личность их хозяина При проверке сотрудниками милиции было установлено что данный гражданин по месту регистрации не проживает В дальнейшем оперативными сотрудниками уголовного розыска установлено его местонахождение на территории города Гомеля где он и был задержан При себе у него был изъят ряд похищенных вещей В настоящее время он обоснованно подозревается в совершении более десятка краж на территории дачных домов в садово-огороднических товариществах Реческого района По фактам краж возбуждено уголовное дело максимальное наказание которое грозит задержанному 4 года лишения свободы Накануне около 9 вечера спасатели Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям спасали тонущего человека В центре Гомеля в районе улицы Комиссарова на реке Сож в полынью провалился мужчина Тревожный звонок поступил в 2048 Пострадавший находился в 30 метрах от берега Работниками МЧС при помощи спасательной доски и веревки гражданин 1966 года рождения был извлечен на берег и передан работникам скорой медицинской помощи после осмотра которыми с предварительным диагнозом общепереохлаждения и алкогольное опьянение мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение А несколькими часами ранее спасатели Светлогорского районного подразделения МЧС выезжали на ликвидацию пожара в квартире городского поселка Парище При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в комнате была обнаружена хозяйка квартиры в бессознательном состоянии Она была передана работникам скорой медицинской помощи после осмотра которыми была констатирована ее смерть Такой обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами и берегите себя Я Руслан Габриилев Благодарю за внимание До свидания Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский Здравствуйте Хоккейный клуб Гомель одержал очередную уверенную победу в республиканском турнире развития и продолжает лидировать в турнирной таблице На домашней площадке гомельчане очень нерезво начали поединок с БФСО Динамо Счет был открыт уже на 28 секунде Отличился Евгений Хузеев после изумительной передачи Игоря Ревенко Наши хоккеисты продолжили доминировать и к концу первого периода были заброшены еще две шайбы Далее игра проходила в более спокойном режиме однако хозяева продолжали контролировать происходящее на ледовой арене В результате встреча завершилась разгромом гостей из Минска 7-0 По дублю на счету Андрея Перегуды и Евгения Хузеева По шайбе забросили Герман Нестеров Павел Мусиенко и Евгений Соломонов Свой следующий матч гомельчане вновь проведут стенах в субботу против Лиды начало в 13.00 Другой представитель региона хоккейный клуб Металлург также накануне провел свой поединок против молодежной сборной Беларуси Противостояние получилось более упорным и в напряженной борьбе Столивары уступили 3-4 На данный момент они расположились на шестой позиции Большой футбол возвращается в Беларусь на этой неделе стартует чемпионат страны Футбольный клуб Гомель свой первый матч с командой Слуцка проведет не в Хойниках как было заявлено ранее а в Бобруйске Игра пройдет в субботу начало в 15.00 Стоит отметить что для болельщиков которые купили клубные абонементы на посещение домашних матчей будет организован бесплатный трансфер Подробности можно узнать на официальном сайте клуба В эту субботу нас ожидают и баталии мини футбольного чемпионата страны В очередном туре состоится дерби ВРЗ против БЧ обеим командам очень нужны очки поэтому игра обещает стать по-настоящему жаркой Железнодорожники находятся на 5 баллов позади Могилевского форта который расположился на пятой позиции что дает возможность избежать на первом этапе плей-офф столкновения с явными фаворитами чемпионата ВРЗ всеми силами борется за первую позицию которая позволит избежать встречи с фаворитами в полуфинале поэтому в дерби всех любителей мини футбола ожидает настоящая битва начала игры в 15.00 на этом пока все с новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова